Всем большой привет, дорогие мои зрители! Сегодня мы с вами приготовим очень вкусное, нежное, мягкое и ароматное яблочное печенье. 100 граммов мягкого сливочного масла, щепотка соли, 80 граммов обычного сахара, 10 граммов ванильного сахара. Если вы любите корицу, то можно немного добавить по вкусу. Я добавлю буквально 1 треть чайной ложки корицы для аромата, потому что корица прекрасно сочетается с яблоками. Я думаю, вы это знаете лучше меня. Взбиваем. Взбиваем буквально 1-2 минуты, не дольше. Добавляем сюда 1 яйцо. Яйцо и масло должны быть одинаковой комнатной температуры, поэтому достайте их заранее из холодильника. Взбиваем тоже, чтобы объединились ингредиенты. Здесь у меня 170 граммов муки. Я добавляю 1 чайную ложку разрыхлителя. Вот так вот, без большой горки. И перемешаю муку с разрыхлителем предварительно. Добавляю муку и перемешиваю. Вот такой вот лопаткой должно получиться мягкое тесто. Вот такое получается тесто, но мягкое, липкое. Больше муки не добавляем. Тесто готово. Берем 2 средних яблока. У меня их вес получился 270 граммов. Очищаем их от кожицы и от сердцевинки. Кожицу не выбрасываем ни в коем случае. Ее можно скушать сырой, а можно добавить в компот, если вы варите компоты. И вырезаем сердцевинку. Тоже делаем со вторым яблоком. Яблоки можно нарезать мелким кубиком или натереть на крупной терке. Я буду натирать на крупной терке, потому что так быстрее. Как видите, это вообще очень быстрый рецепт. Все делается просто, без заморочек. Но получится вкусная ароматная выпечка. Даже сейчас пахнет, просто не передать словами. Корица, ванильный сахар, сливочное масло, яблоко. Теперь лопаткой вмешиваем яблоки в тесто. Вот такое получается тесто. Хоть сырым ешь, пахнет очень вкусно. Тесто можно выложить при помощи столовой ложки или сформировать вот такие вот шарики влажными, не влажными, а мокрыми руками. Оставляем между шариками место, потому что они будут увеличиваться в размере при выпекании. Получилось 12 вот таких вот печенюшек. Выпекаем печенье 15-20 минут в духовке, которая заранее уже была прогрета до температуры 200 градусов. Ориентируемся по своей духовке. Печенье должно сверху зарумяниться. Его можно выпекать в два подхода, делать более мелкие печеньки или вот такие крупные как я. Вот такое печенье получилось. Пахнет очень-очень вкусно. Прямо на всю квартиру распространился этот невероятный аромат. Сейчас оно немножко остынет, и я буду пробовать. Посмотрите, получается очень-очень мягкое. С этой стороны видно хорошо. Прямо как пирожное. Вот такое вот, если разломать. Пахнет как. Давайте попробуем. Очень-очень вкусное печенье. Вот это с краю корочка, она слегка подхрустывает. Она мягкая, нежная, такое яблочное, с легким ароматом корицы и ванили. Не сладкое, то есть в меру сладкое, не приторно-сладкое. Очень-очень вкусное печенье. И готовится, вы видели, но очень быстро все смешал. На противень, в духовку и готово пить чай или с молоком простого. Я же с вами прощаюсь. Всем пока, до новых вкусных рецептов. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok